С спиной и происходят съемки клипа Бьянки. Смотрим и участвуем в процессе. Снимать клип на песню «Я не отступлю» Бьянка приехала в Ригу, город кошек. Выбрана латвийскую столицу вполне случайно, ведь в своем новом клипе Бьянка будет как раз в образе черной кошки. Главной героиней являюсь я, естественно. И удивительно. Как бы это ни было, друзья, удивительно, но являюсь я. В самом конце клипа я не буду всего абсолютно рассказывать, потому что потом просто будет уже неинтересно смотреть сам ролик. В конце я буду самая настоящая кошка, у меня будет настоящий грим, который делает грим актерам, которые играют, например, каких-нибудь либо чудищ, либо каких-то сказочных персонажей. Это будет как мое восприятие настоящей любви, как ее вижу я, как ее видят окружающие меня люди, опять-таки, как их вижу я. Но это все будет на уровне передачи эмоциональном. И вот тот образ, который будет у меня, образ, который будет у моего героя, моего любимого человека по клипу. Вот. И, собственно, наверное, это одна из моих любимых песен о любви, которые я написала за все время, что я пишу песни. А вот интересно, как образ кошки, наверняка, конечно же, он пластичный. Ты у нас пластичная девушка, очень такая зажигательная. Скажи, пожалуйста, будут ли танцевальные движения? Я думаю, будут, да? И сама ли ты их придумывала или кто-то другой? Будет танец с моим партнером, который будет взаимодействоваться на нашем эмоциональном притяжении друг к другу. Конечно же, это не будет какой-то синхрон, который заранее был выучен. Это будет очень такое, что это то, что я почувствую в тот момент, когда меня будут снимать, и когда на мне будет костюм человека-кошки, девушки-кошки в данном случае. Я просто буду передавать свои эмоции через свое тело, так как это получится. Я абсолютно не задумываюсь о том, ну и мой партнер, соответственно, также. Мы абсолютно не задумывались о танце, который должен быть постановочный. Скажи, пожалуйста, о твоей отношении с кошками на самом деле в жизни? Ты их любишь? Я очень люблю кошек, очень люблю котов. Я люблю очень злых котов и толстых, и пушистых, вот, на самом деле. Но у меня были коты, когда я еще жила в Киеве, сейчас я живу в Москве. У меня было три кота, и мы с ними очень отлично находили общий язык и собачка еще, да. Вот собачку мне удалось перевезти в Москву, а котов, к сожалению, нет, потому что граница, а я их покупала не совсем в том месте, где бы мне могли бы сделать на них документы, вот. Скажи, пожалуйста, как звали твоих кошек и собачку? Собачку за чебурашка. Я надеюсь, мои коты до сих пор живы, с ними все хорошо. Звали пельмень, ежик и бульба. Пельмень такой классный! Он был в свислоухе, поэтому я звала пельмень, потому что он очень был похож на большой пельмень. Пельмешками не пробовала кормить? Ну, мои коты ели все, в принципе, и огурцы, и ананасы, и им все равно было лишь бы что-нибудь пожевать. Скажи, пожалуйста, так себе поспать в кровати ты кошек пускала? Конечно, они всегда с вами спали. И как все, как абсолютно любые кошки, они спали посередине кровати, им было все равно, что мне неудобно их. Вот, и поэтому... Но дело в том, что собаки спят точно так же, абсолютно. Да, это я знаю по себе. И чем больше собак, тем меньше места для спанья. Но я настолько люблю животных, абсолютно всех. Я люблю и пауков, и сов, и змей, поэтому я к ним отношусь гораздо лучше, друзья, чем к некоторым людям. Чуть ниже! Бьянка сказала, что вы будете танцевать, и танцевать будете спонтанно. Готов ли ты к такому испытанию? Да, конечно, на 100%. Скажи, пожалуйста, это твой первый опыт в съемках клипа, или ты, может быть, участвовал уже в подобных экспериментах? К сожалению, нет, это мой первый опыт, но надеюсь, не последний. Расскажите, пожалуйста, что вы сейчас делаете? Сейчас я вставляю настоящие кошачьи усы в силиконовую накладочку. И потом вот это будет одеваться на бьянку? Да, это потом будет одеваться на бьянку. Поморлыкай. Мяу-мяу. Ну, вот так. Чуть ниже! Как вы себя в этом образе сейчас чувствуете? Хорошо. Еще будет маска, а сейчас мы идем по улице гулять, ощущая себя, скажем так, влюбленными людьми, не такими, как все остальные. Не пропустите появление нового клипа бьянки на Первом Балтийском музыкальном канале уже в ближайшем будущем. А пока мы будем продолжать следить за стремительным развитием ее творчества. Субтитры сделал DimaTorzok